А по какому принципу будут распределяться номера в Капустнике? Он режиссер, а я артистка. Вы погибаете, а он расцветает. Какие отношения? Все безнадежно. По-моему, у вас проблемы. У меня их нет. Ты там не свой и здесь тоже не свой. То есть тебе в принципе нет места. Это меня угнетает, потому что это не есть мое естественное состояние. Но это стала моей необходимостью. Так вот, глаза в пол. Встретился взглядом. Все, работаем. Вы знаете, в детстве я смотрела очень много. У меня дядя художник, у меня старшая сестра художница. Поэтому я много проводила времени среди рисующих людей. Но у меня это не получалось. Мой темперамент захлестывал. Меня оставили у Альберта и давали даже кисти и краски. Но я делала первую линию, она мне не нравилась. А у них всегда с первого мазка сразу понимаешь искусство. А я сразу мазня. И все. Дальше я бегала вокруг, а рядом рисовали. То, что меня могло остановить, альбомы, которые были в большом количестве моего дяди. И я садилась, смотрела. Но меня по-другому это завораживает. Открывала какой-нибудь, не знаю, Перасмани, какой-нибудь альбом. И я смотрела, и я придумывала истории. То есть каждая картина рождала во мне целые миры, истории. Там такие еще, у него такие. Вот мне кажется, что Тогия, да, это отозвалось во взрослой жизни. А вы нашли себе много Перасмани? Много, много, да. Много новых Перасмани. И я смотрю на эти картины, и они снова меня влекут, рождают истории, миры. Мне хочется придумывать спектакли. Сочинять какие-то сценарии. То есть это меня очень подоражит. У нас есть аттракцион, во время которого мы выбираем тот цвет, на котором мы потом будем разговаривать. Да, это ответственно. Нет, я думала про цвет, и мне хотелось какой-то такой зеленый, травяной. А сейчас я смотрю на этот прекрасный, думаю, почему бы не ярко-зеленый. Ну, в общем, какой-нибудь оттенок зеленого. Оттенок зеленого все-таки. Вот это да. Хорошо. Он раз, и сейчас станет зеленым. Хоп. Вопрос, который нельзя не задать. Сериал «Не родись красивый». Так. Вот сейчас уже ретроспективно, когда прошло 17 лет, он принес вам больше хорошего или больше трагически повлиял на вашу карьеру? Да нет, конечно, хорошего. Ну, во-первых, это огромная школа жизни. Жизни буквально. Потому что я соприкасалась в тот момент, вот за короткий срок, год съемок, и рядом с тобой уникальные люди. Вот сразу. Потом огромная любовь пришла, зрительская. Именно с этим сериалом я снималась до этого в каких-то там нескольких работах. Минусы, о которых вы сказали, минусы были. Минусы были. Я человек закрытый, и мне было тяжело переживать такое внимание. Слава вообще может разрушить психику человека? Может. Может. И серьезно, и бесповоротно может. Ну, знаете, я человек, мне кажется, я сказала закрытый, но это результат. Я не всегда была такой. То есть мне это вынужденная мера, чтобы не соприкасаться с огромным количеством незнакомых мне людей. До этого я так вот, я приехала из Тбилиси, да. Все родные, все любимые, весь мир как бы един. Потом в Москве мне быстро объяснили, что это не так. Но я все равно... Потом случился сериал «Не родись красивой». И когда все вот это в обратную сторону, вот эта вся открытость полилась, я стала защищаться, и стала максим... То есть все мои усилия стали направляться на то, чтобы быть максимально незаметной. То есть я одевалась до этого. Что для актрис довольно странно. Да, ярко-желтый, зеленый, какие-то все время яркие цвета, странные формы головной уборы. То есть я всегда выглядела вот так вот. А потом я надела серенькое, черенькое, темно-синенькое, шапочка вот так вот. И максимально так по стеночке. И не встречаться взглядом с людьми. Это меня угнетает. Потому что это не есть мое естественное состояние. Но это стало моей необходимостью. Так вот, глаза в пол. Встретился взглядом, все, работаем. Понимаете? Не встретился взглядом, как бы оп, и мимо. Вот так существуешь. Мне это стало очень мешать, потому что я страшно любопытная. Мне интересно наблюдать за людьми. Если я в метро, то я просто сжираю вокруг людей. Просто я их... Я так всегда существовала. А получается, что я не имею на это права теперь. Меня лишили этого права. Потому что раньше я смотрела, а на меня никто. И я спокойно себе наблюдала, какая интересная женщина, какой интересный мужчина, как себя ведет ребенок, а кто они друг к другу. И то есть у меня все время, у меня никогда не было скучно. Хоть ты два часа в дороге, хоть восемь часов в дороге. И меня этого лишили. Меня лишили возможности ездить в метро. Ну, я езжу в метро сейчас. Но тогда это было невозможно. А привычка осталась, глаза в пол. Интернет-магазин обуви Запас за 10 лет вырос из стартапа с офисом в спальне в компанию, которую Амазон в 2009 купил за 1,2 миллиарда долларов. А корпоративная культура Запас стала примером для многих компаний в мире. Сооснователь бренда Тони Шей подробно описал ее принципы в своей книге «Доставляя счастье от нуля до миллиарда». Например, каждый сотрудник Запас при приеме на работу проходит четырехнедельный курс и вне зависимости от своей позиции должен взять несколько смен в колл-центре на телефоне для того, чтобы лучше понять клиентов компании. А еще Запас – это отличный пример доверительного маркетинга. В компании до сих пор действуют правила Return Label. Если купленный товар вас чем-то не устроил, вы можете в течение года бесплатно оформить возврат. Сейчас важнейшей платформой для развития бренда стали социальные сети. И для выстраивания доверительной онлайн-коммуникации с клиентами появилась даже специальная профессия – SMM-менеджер. Кстати, это совсем не тот человек, который все время что-то постит в социальных сетях. Нет, это человек, который анализирует аудиторию, площадки конкурентов, оперативно реагирует на обратную связь клиентов и настраивает рекламу. Если восстанет к чему-то новому и давно хочется попробовать себя в другой профессии, в металлогии есть специальный курс – SMM-менеджер, после которого вам помогут найти интересную работу. В процессе обучения не только теория, но и 9 форкшопов в интерактивном формате, 9 модульных работ, из которых самыми достойными можно пополнить свое портфолио, 9 тестов на проверку усвоенного материала и 4 квиза тренажера. Ну а если по какой-то причине не понравится, можно перевестись на другой курс или поставить обучение на паузу и продолжить учебу позже, если нужно время отдохнуть. Переходим по ссылке в описании, записываемся на курс SMM-менеджер, а по промокоду «Скажи Гордеевой» получаем скидку 45% на этот и другие платные курсы в металлогии. Это тут нужно очень... Видите, тут большая... А вон, это, с бочисткой там... Оооо, ничего себе! Это окна... Вот то он... Разголок. Вот писал, вот тут больше года писал, я делал сначала к ней на бровське, вот... Так, давайте, чтобы сначала... Нелли, давайте вы всех представите, где мы находимся, что происходит... А уж с девать, я пошла! Кто эта женщина, которая уходит? Это директор проекта Лена Махрушева. Да, старается держаться в стороне, но и совершенно зря. Она один из главных героев проекта. А где мы находимся? Сейчас мы в галерее, первый этаж. Здесь выставляются работы наших художников. Когда здесь нет гостей, то ребята рисуют, работают прямо здесь, в этих двух комнатах. И у нас есть еще второй этаж, где уже наша территория. Хорошо, тогда кто ваши художники? Наши художники – это люди с особенностями развития, взрослые люди, сотрудники проекта, наверное, очень... Сотрудники? Сотрудники, конечно, да. Их больше даже в нашей компании, чем в людей с сохраненным интеллектом. Класс! Вот вы популярная актриса. Вот этот мир, он совершенно особенный. Он, в общем, обычно сам по себе и закрытый. В какой точке вы пересеклись? В той точке, где я не популярная актриса, где я просто Нелли Уварова, актриса, безусловно. Работаю в театре «Рант». Мне 21. Знакомлюсь с другими артистами постарше, артистками. И внутри нашего актерского сообщества оказывается прекраснейшая Вера Азотова, которая стала одной из моих ближайших подруг со временем. И у нее растет такой особенный ребенок. И вот этот ребенок растет на моих глазах, поскольку Вера очень часто привозила с собой Машу в театр. Понятно, она воспитывает ребенка одна. А почему понятно? Что это за понятно? Ну, к сожалению, большинство историй, с которыми я знакома непосредственно, даже среди участников нашего проекта, это не полные семьи. Это статистика, мне кажется. Но это не всегда так. Это не всегда так. То есть когда появляется больной ребенок, папа куда-то девается, как-то испаряется. Если уж мы начали говорить о моей подруге Вере Азотовой, то это человек, лучше которого я просто не знаю. Вот на свете нет человека лучше. Я смотрю на нее, я учусь у нее просто воле, воле, которая применима ко всем сферам жизни. Это не только воспитание ребенка и ребенка с особенностями. Нет, вообще я смотрю, как она живет, как она сохраняет себя в обстоятельствах, которые другим бы показались ужасными, невозможными. Боже мой, как же быть? Как же быть? А я вообще ни разу за все эти годы, а я с ней знакома уже 20 лет, да, большая история, не слышала вот этого возгласа. Как же быть? Человек живет полной яркой жизнью и пытается такую же жизнь не просто создавать для своего ребенка, и не только для своего, но и дальше, дальше, дальше. Это как-то такими кругами расходится. А делать это совершенно естественным течением жизни, образом жизни. Как вы поняли, что вот не только о Маше вы будете заботиться, но вы привлечете сюда еще других детей? Я через Машу познакомилась с другими ребятами, когда она начала учиться в 21-м технологическом колледже. Это был первый колледж, где взрослые ребята могли получать профессию в руки. И даже по окончании 4-х лет выходили с какой-то корочкой, что вот они умеют делать вот это. Пока там Маша училась, я туда приходила просто поддержать Машу. На ярмарке, где выставлялись работы, они занимались там керамикой. Полиграфическая мастерская была, столярная мастерская. Вот так, поддерживая Машу, я познакомилась с другими талантливыми художниками. И так случилось, что 4 года счастливого обучения закончились. И вдруг оказалось, что ребята расходятся в никуда. Те, к кому я уже прикипела, чьи работы я уже покупала, стало понятно, что... А у них большой потенциал, огромное желание что-то делать своими руками. Захотелось создать условия для таких вот ребят, которые готовы продолжать. Вы их трудоустраиваете? Да. У нас есть вот Тима Штромов, который... Это какой? Покажите. Так, сейчас. Вот. Его работы мама прислала нам, чтобы мальчик хорошо рисует, и вот хотелось бы его разбивать. Но ему было тогда, я не помню, 12-13 лет. Мы говорили, ну вы чуть-чуть подрастите, потому что у нас нет мастерской для подростков, у нас работают взрослые люди, и мы их сразу же трудоустраиваем, а с вами мы не можем заключить пока никакой договор. И как только он достиг возраста, когда с ним можно заключить договор, он стал сотрудниками. Ну или почему у вас нет соцсетей? Мне не хочется там создавать иную реальность. Мне не хочется на это убивать свою настоящую жизнь. Это требует очень много времени. Карьере мешает? Вот только-только стал об этом задумываться, когда вдруг стал слышать о том, что там утверждают какую-то актрису, потому что она потом у себя напишет. У нее там, я не знаю, полмиллиона подписчиков. Ты понимаешь? Утвердили артисты. Полмиллиона подписчиков. А у тебя нет. Она напишет, что идут съемки такого-то сериала, вышел такой-то сериал. Смотрите на канале, на платформе. А ты... Я думаю, я не хочу быть в системе, где это имеет значение. Я все равно появляюсь на страницах наивно очень. Да? Я понимаю, что это работает. Но я не хочу, чтобы это работало в моей профессии, чтобы это делало меня мной. Или вы вообще наивный человек? Полагаю, что да. Да. Когда это с вами играло злую шутку? Смею полагать, что сейчас реже, но в бытность раннюю я часто попадала в какие-то неловкие ситуации, смешные ситуации. Когда могла что-нибудь так вот на каком-то открытом темпераменте что-то такое сказать, потом возникала пауза, и я понимала, что я же от чистого сердца, но совершенно не к месту сейчас. Но сейчас такое со мной редко случается. Большую ли роль формирования вашего характера сыграло то время, когда вы видели такое количество человеческих страданий и мучений, я имею в виду вашу жизнь в Грузии, во время войны, вы с семьей оказались практически в эпицентре. Да, я была ребенком. Вам было 9 лет? Да, 9 лет. Я была ребенком, я все видела в иных красках. Я не понимала, я помню, очень четко помню вот это ощущение какого-то безграничного, запредельного счастья в детстве, какого-то бесконечного... От Грузии. Да, бесконечного солнца, бесконечной любви. Ты в позиции ребенка, ты святой человек для всех. То есть не страшно, понятие потеряться не существовало в Грузии. У меня такое ощущение. Потеряться можно было, когда я приехала в Москву. Вот здесь можно потеряться, и это, о боже мой, конец света может наступить. А в Грузии, в Тбилиси, потеряться невозможно. Ты можешь потерять из виду родителей, но тебя кто-нибудь подхватит. Ну, то есть понять. Например, история дяди Степа, поднял, и ох, я не понимала этого. Мы не могли... Дети не могут потеряться в городе Тбилиси. И в этот мир счастья врывается, да, врывается война, и вдруг врываются совершенно другие картинки, постоянные какие-то похоронные процессии. То есть если до этого момента я там и наблюдала какие-то похороны, то это из разряда такого приключения. А там, там кого-то хоронят в том дворе, там, и все подглядывают. Выставляются огромные палатки, поминки, все очень широко, все. А тут какие-то бесконечные похоронные процессии, и уже нет возможности, нет сил вот на такие огромные поминки. Как-то это все так скромнее. И эти гробы несут. И слезы. Все хорошо. Такой же прекрасный летний день. Проходишь мимо какого-то дома, а там вой стоит. Что такое? Прям вой. Вот когда женщины воют. Потом видишь портрет. Потом видишь крышку гроба стоит у подъезда. Вот эти картины, вдруг сменились, поменялись картинки. А взрывы, а бомбы, а выстрелы. Да, да, да. Выстрелы, перестрелки. Все равно воспринималось через призму какого-то приключения, через призму того, что мы там смотрели какие-нибудь фильмы о войне, а теперь это вот происходит. Вот сейчас и здесь, и сейчас. Такого страха животного не успело у меня появиться. Я только наблюдала его за взрослыми. Меня это поражало, что ой, такой взрослый дядя боится. Ой, а этот вот у нас сосед всегда веселый, а теперь грустный. Ой, а этот такой дерганный. То есть я понимала, что взрослые меняют маски. А мы-то в таком же режиме существовали. И там нам, допустим, говорили, что если перестрелка где-то началась, если ты слышишь, то надо лечь. Даже если ты дома, потому что шальные пули могут быть. Но мы жили в том районе, где это нечасто происходило, потому что мы жили не в центре. В центре там просто летало только так. Ты к этому быстро привыкаешь? Да. Вы чувствовали себя чужими в Грузии? В какой-то момент. Потому что грузин в вашей семье нет? Есть. Ну, ни мама, ни папа. Ни мама, ни папа. Нет, нет. Да. У меня дядя грузин. У меня брат грузин. Нет, ни мама, ни папа. И мы с русской фамилией, в общем, очень были так на виду очень. Варва, Белиси. Звучно. Заметно. Я все это видела по-взрослым, все эти изменения. Переговоры родителей, что делать. Вопрос постоянно звучал, что же делать, как же быть. Ладно, мы, а дети. Их, вот эти вот, когда они на кухне сядут, вроде дети спят. Родители начинают думать, а что завтра, а как дальше. Вот эти вот разговоры стали все плотнее и плотнее звучать. Вот, когда притеснения начались, это достаточно серьезные. И с русской фамилией нельзя было занимать руководящие должности. у меня родители были на руководящих должностях много-много лет. Они работают в одной организации, а потом их так смещают. Ну, как бы, ну, мы ничего не можем сделать. И теперь вы можете выполнять те же функции, предложили моей маме. То есть вы можете продолжать руководить? Вы можете продолжать. А чем она руководила? Она была начальник отдела труда и зарплаты на центральной трубной базе. Вот такая. Это большая... Они инженеры, да, оба? Да, да. Большая организация серьезная была. Вот. То есть можно было остаться, заниматься тем же, но должность бы как-то была помощник кого-то, чего-то. Ну, то есть какие-то вот такие игры. И папе тоже подобный сценарий был предложен. Они оскорбились и уволились. Говорят, мы уходим по собственному желанию. В никуда, потому что найти новую работу с фамилией, повторюсь, русской было... Обалдеть. Да, невозможно. Но мы гордые. Вот. Поэтому изыскивались любые возможности заработать. Тяжелые времена, действительно. Для меня я помню момент, когда мы ели только каши. Вот. Рис, гречка, рис, гречка, пшенка. Рис, гречка, пшенка. Вот. На утро просто с маслом, в обед с кетчупом, на ужин там крылышко. И когда мы приехали в Москву, и я зашла в магазин, и поняла, что можно купить. Просто купить яйца. Потом прийти домой, сделать вот так. Через три минуты съесть яичницу, божественное блюдо. Но, приехав в Москву, вы приехали в статусе беженцев. Да. То есть вы не были гражданами своей страны? Нет. Нет. А кем вы были? Мы вообще уезжали из Тбилиси на машине, погрузили вот так вещи. Я сидела в машине вот так, потому что опустить ноги было некуда. Все было забито вещами. Мы взяли с собой. Да. И так провели в дороге несколько суток. В школу меня не брали, потому что у меня не было еще ни регистрации, ни гражданства. И все было в подвешенном состоянии. И да, мы ходили, мы обошли с мамой очень много школ. И говорили, пока у вас документы не в порядке, мы не можем принять. В итоге я оказалась в школе, которая входила на тот момент в пятерку лучших школ Москвы. Там оказался вменяемый человек, директор, директриса, которая сказала, да, конечно. А у вас работа есть? Спросила она у мамы. Мама говорит, нет, еще нет. Сейчас пристроим девочку, потом будем сами как-то устраиваться. И куда она пошла? Бизнес, бизнес. Такое прекрасное, красивое слово. По факту это поездки в Турцию, а потом продажа разной продукции в Москве на различных точках города. Традиция дарить женщинам цветы пришла в Россию в 18 веке. При Екатерине II был даже выпущен реестр о цветах с подробными пояснениями. Например, красные цветы говорили о любви, голубые – о верности, желтые – об измене, о белые – о чистоте и юности. Согласитесь, что примерно что-то такое мы держим в голове и сегодня выбирая цветы своим близким. Отправлять букеты и радовать тех, кто дорог на расстоянии, теперь проще и доступнее. Мобильное приложение Flow Wow очень удобная опция для тех, кто хочет порадовать своих близких, когда они не рядом. Flow Wow уже работает в 950 городах по всему миру. Причем в приложении можно выбрать не только цветы, но и другие классные товары для подарка. От живых растений до косметики и предметов интерьера. И вот я подумала, решила сделать приятное своей подруге, невероятной красавице Сэмми Джабраиль из Санкт-Петербурга. Если вы не видели, Сэмми была героиней самого первого выпуска, скажи Гордеевой. Катюша, любимая, спасибо тебе большое. Посмотри, какой он красивый, господи. Flow Wow работает по принципу маркетплейса. С одной стороны, есть исполнители из разных категорий, а с другой – клиент и большой выбор. А в своем заказе можно быть уверенным. Во Flow Wow есть специальная опция, где исполнитель пришлет вам фото товара перед его отправкой и можно скорректировать ожидания в случае форс-мажора. Некоторые исполнители умудряются доставить товар за 40 минут. И еще из интересного. Во Flow Wow есть возможность делать свои подборки и делиться ими с друзьями. По промокоду Гордеева можно получить скидку 10% на все категории во Flow Wow до конца ноября. Переходим по ссылке в описании и радуем своих близких. Наша мастерская первая находилась на Волгоградском проспекте вот на территории промзоны, скажем так. И это взгляд из окна из нашей мастерской. Здесь все достаточно прилично выглядит. практически арт-плей. Цветные стены, все как-то радужно. Там было все менее. То есть это буквально два-три варианта. Один лист, второй лист и все. Это Роман Горшинин. Вот я обожаю серию сны. Рома Горшинин как раз один из тех, ради кого вся эта история начиналась. Какой он? Сколько ему лет? Около 38. Мы с ним где-то рядышком. Рома очень разный. Вот он закончил колледж, лето, а нам давали кабинеты. Первое время собирались прямо в стенах колледжа. Там рисовали. А летом он закрылся, и Рома ужасно занервничал. Сказал, дайте мне задание. И в то лето мы ему... Я ему отдала много, у меня много альбомов художественных. Разные совершенно художники. И там был и Шагал. Я отдала ему эти, чтобы он просто изучал, смотрел. Я говорю, ну вот... И хочешь, вот рисуй что-то, вдохновляйся и рисуй. Невероятное количество картин он нарисовал за лето. Лена как раз директор проекта, он ей звонил и говорил, что я... А можно мне еще чего-нибудь? А можно мне еще чего-нибудь? Ну, то есть без остановки. К сентябрю стало понятно, что если мы не найдем помещение, куда Рома мог бы приходить, он просто погибнет, потому что он живет только этим. Сережа Лукьянов, он совершенно в другой технике работает. Это серия гитаристы, как вы видите, да? Ну, я... А Сережа какой? Сережа для меня такая загадочная личность. Он пришел позже в проект. У нас нет такой большой с ним биографии. С ним очень хорошо помолчать. Он мало говорит. У нас есть ребята, которые вообще не говорят. Сережа говорит, но мало. Он, видимо, тоже чувствует, что я совершенно погибаю, когда вижу его работы. и он тоже, мне кажется, расцветает. А вы погибаете, а он расцветает. Какие отношения? Когда вы почувствовали, что вы здесь все-таки свои, в Москве? Наверное, когда уже я училась в институте. Прошло сколько лет? Пять. Ну, для меня так вопрос не стоял. Понимаете, я... Когда ты живешь в одной стране, сначала ты свой, потом ты резко становишься не свой. Почему? Непонятно. Ведь мне тогда понять это было невозможно. Вот. Ну, я не могу понять, почему. В многонациональной Грузии, где в классе 16 разных... В моем классе было 16 различных национальностей, ты вдруг становишься неугодным. Это, ну, абсурд какой-то. Это что-то извне. На детском уровне тоже это было? Да. И агрессия, и дразнилки? Конечно, да, да, да. Ну, было. В основном этим занимались малыши, которые вдруг, я помню, я иду по улице, какие-то вот совсем малявки, мне кричат, Руссо, Руссо. Я смотрю и понимаю, что мои одноклассники как любили, меня так и любят. То есть, с одной стороны, ничего не меняется, а с другой стороны, какие-то... Какая-то карикатура, когда вот такие микрочеловечки, но они уже растут с этим, что Руссо, 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 это плохо. Но это прошло уже, слава богу. Я возвращаюсь в Грузию, в родные места. Вот. И ты приезжаешь в Россию, ты с фамилией Уварова, наконец-таки эта фамилия перестала быть чем-то таким особенным, каким-то красным, не знаю, платком для быка. Но ты при этом говоришь с грузинским акцентом. А вы говорили с грузинским акцентом? С дичайшим грузинским акцентом. И опять все оборачиваются, опять в тебя все понаехали, понаехали. Вот это ощущение, что ты там не свой и здесь тоже не свой, то есть тебе в принципе нет места. Потому что у тебя мама армянка, папа русский, родилась в Литве, жила в Грузии, и ты в принципе нигде не свой. И то есть нужно было либо сразу с этим как-то агрессивно справляться, либо забить на это и сказать, по-моему, у вас проблемы. У меня их нет. Я везде своя. Я выбрала второй путь, потому что путь агрессии ни к чему хорошему не приведет точно. Смотрите, по сути получилось, что ваши родители в момент вашего рождения вообще просто Советский Союз еще. Когда они живут в Мажикяе, это не какая-то отдельная страна, Литва, это одна из республик. Когда они переезжают, вам два года, они переезжают в Грузию, то есть это тоже все еще Советский Союз, они переезжают ни в другую страну. Да, да, да. И вот пока они там ездили, страна, по которой они ездили, перестала существовать. Угу. И судя по тому, что вы рассказываете, что они пошли в бизнес, их это не раздавило. Нет. Ну, я когда думаю об этом, какие годы они пережили тяжелые, как они с этим справлялись, огромное уважение, благодарность. Ну, тяжело, было тяжело. Мы просто этого не понимали. И нас оберегали во многом. Было тяжело. Я обмянула, что мы ехали на машине из Грузии. Мы ехали, мы выехали, естественно, машина была с грузинскими номерами. В районе Нальчика нашу машину обстреляли, потому что там уже это было машина с грузинскими номерами, что совсем о чем ели вообще. Ну, то есть, а в Москве так каждое. Подходим. То есть, это, конечно, время уникальное было. Они со всем этим справились. Они никогда не теряли веру в людей, в первую очередь. Ни в национальности, ни в какие-то политические настроения, на задачи. Они просто верили в людей. И рядом с нами всегда было очень много хороших людей. А говор как исправили? Это был тяжелый труд. Ну, год на это ушел. Год такой работы. То есть, вам работы? Работы. Именно работы. Просто я знаю из Ростова, что Южный Говор – это самое большое проклятие человека, который зарабатывает тем, что он говорит. Да, это труд. Это был труд. И я не сразу поняла, что нужно избавляться от акцента. Мне казалось, что это моя изюминка. Но потом, поступив на театральный факультет в Афгик, достаточно быстро мне объяснили, что моя изюминка – это просто отстой. То есть, вы еще в Афгик поступали с акцентом? Еще поступала. Да, и вас взяли. У вас Тараторкин был мастером? Да. Но он поверил в то, что от этого, наверное, что от этого можно избавиться. И спасибо ему огромное, потому что педагог по речи, она вот так, как только, знаете, у нас было такое первое занятие, когда педагог по речи пришла, старейшина, и она села и говорит, давайте будем знакомиться. Каждый сейчас встанет и назовет свое имя и что-нибудь прочитает. Буквально мне достаточно двух строчек. И все так по очереди вышло. Я сказала Нелли Уварова и начала что-то читать. Она прям сразу, ой, я поняла, что ей было больно, больно. Она испытала физическую боль. И она так махнула, сказала, все, 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 все. Я помню этот жест, что, мол, все безнадежно. И этот жест, на самом деле, он такой мотивирующий. Кто-то махнул на тебя рукой. Я сразу так, невозможно, говорите? Понеслась. И вот она мне дала схему. И нужно было даже наглядно тексты переписывать. Молоко? Да. Как редуцируется каждый слог, каждый звук. Я помню, я жила в Реутово. Из Реутово ездила в Авгик. И это час-полтора занимало. И вот эти час-полтора с такого специального времени не было, потому что мы очень плотно учились и были заняты в Авгике. Но дорога туда и дорога обратно, я всегда посвящала. Я огромный текст, любую газету, журнал я переписывала прямо поверх. Писала, переписывала, и дальше читала правильное произношение уже. Потом наговаривала, записывала себя, слушала, записывала, слушала. И когда я начала, в общем, я смогла избавиться от акцента, когда я начала его слышать. И год, год, прям ежедневных таких упражнений, я смогла справиться с акцентом. И он меня выдавал в моменты, когда я нервничала. Меня на курсе шутили надо мной. День первокурсника нужно было делать капустник. И все должны были высказать свои идеи. Я молчала, слушала, 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 а потом взяла слово и сказала, а по какому принципу будут распределяться номера в капустнике? И вот это было первое знакомство с курсом. Так немножечко дала Сталина. Совершенно естественно для меня. Как Таратуркин у вас взял? Не знаю. Он вообще геройский герой. Он не просто взял меня с акцентом, он еще и взял с таким, с изъяном, я бы сказала. На третьем туре я потеряла голос. Совсем. Я перестала говорить. Но он видел меня на первом прослушивании, на первом туре, на втором, на третьем. И на третьем я пришла уже на нервной почве. Я очень сильно перенервничала. И вдруг перестало смыкание. Не смыкание, вернее, было. И он так посмотрел, сказал, лечиться. Вылечишься, будешь учиться. Написал мне телефон фониатора в СТД. Сказал, скажешь, от Тара Торкина. Вылечилась, пришла, 6 сентября у меня умирает моя любимая тетя. У меня опять стресс. То есть, 6 сентября, 5 дней учебы, и я снова теряю голос. Он мне дал еще один шанс до первой сессии. Так что Тара Торкин сделал для меня невероятное. Я не знаю, почему это какой-то кредит, доверие, аванс какой-то был. А вы до сих пор теряете голос, когда очень нервничаете? Со мной это случалось еще дважды после этого. И все. Я переросла, это переработала, научилась с этим справляться. Мы пока с вами разговаривали, нашла картину мечты. Которую? Пушкин с няней. Нет, это Гоголь. А, это Гоголь. Это Гоголь. Пушкин с няней, которая Гоголь. Да. Все, я теперь буду ее хотеть. Да, ну Гоголь. Ну Гоголь. Ну Гоголь, ну Гоголь, да. А кресло? А и кресло на потолке. Класс. На самом деле, мы с вами знакомы. Вы знаете это? Надо припомнить. Мы с вами познакомились в детской клинической больнице, куда вы ходили в качестве волонтера. Может быть такое, да. И выходили к девочке Даше, городковой, с которой вы потом на одном из концертов подали жизнь. Да, все, я поняла, да. Решительно спели песню. Сегодня в зале находится маленькая девочка Даша Городкова. Она именинница Дашенька. А в день рождения принято делать подарки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С днем рождения! Мы знаем, что Даша хотела куклу. Да? Да. И чтобы она была с крылышками. Даша, с днем рождения! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И еще. Когда спросили Даши и у многих других деток давайте о своем песне все вместе и на вопрос какую песню почти в один голос все сказали если в сердце живет любовь. Даша, споем? Да. И сейчас для Даши и для всех если в сердце живет любовь. Проходят дни пролетают года Вызывают океаны 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 И это для вас был поступок потому что вы не поете. Ну, на сцене в спектакле в образе какой-нибудь героини очень даже. Потому что это не я это она. А если она сфальшивила то это она сфальшивила а не я. А Нелли Уварова да, на сцене не решается от себя лично спеть что-то. Смотрите Вы приходите в детскую больницу волонтером. Это ну, как бы очень многое говорит о темпераменте человека. А потом еще вы организовываете движение называете наивно очень. Ну да пускай это будет движение. Вам важно впустить какие-то не существующие у вас проблемы в свою жизнь? Вам важно впустить чужую боль? Вам важно это самой чувствовать? Ну я как-то так не формулировала никогда. Мне кажется просто что если ты о чем-то знаешь уже то ты дальше и действуешь в соответствии с тем что ты знаешь что вот болеют дети серьезно болеют до момента первой встречи с пациентами в РДКБ я просто об этом не думала у меня еще не было своих детей в моем окружении дети не болели такими серьезными заболеваниями я где-то слышала как и все остальные в новостях еще где-то так краем что называется а потом кстати впервые я оказалась в РДКБ с подачи Чулпана Хаматовой она позвонила мне я была на съемках в тот момент не родись красивой и мы снимали сутками вообще беспросветная я была занята мы не были знакомы она позвонила сказала что вот у нас есть один пациент который перестал бороться он очень длительно уже в больнице находится в замкнутом боксе один и уже он очень устал единственное за что он еще цепляется видят родителей и врачей он смотрит сериал не родись красивой он просит он ждет вечера и ждет новой серии и мы подумали а вдруг его это как-то как-то сдернет вот если он да ты придешь к нему и я сказала да единственное время когда можно было это осуществить это было позднее время я говорю а если я вот прям после смены приеду ночью ночью да и мы приехали тогда с моим первым мужем в больницу ночью я совершенно у меня не было времени ни психологически ни физически к этому подготовиться я сама совершенно уставшая и стерзанная уже да своим графиком нас надели халаты все что проводили к боксу что такое бокс я еще ничего не знаю я знаю только то что есть конкретный мальчик ему совсем немного лет и ему нужно просто вдохновение такое человеческое просто вдохновение я просто поверила Чулпан что то что это необходимо вы потом с ним общались да и с родителями но он ушел к сожалению но вы потом все равно приходили в больницу очень часто бывает так что люди ну переоценивают свои возможности и им кажется что вот если я что-то сделал а ребенок не выздоровел то больше я никогда туда не вернусь ну нет так вопрос не стоял совсем не стоял не знаю почему нет ну конечно было очень больно такие очень серьезные потери но это несравнимо с да я пытаюсь понять родителей и конечно моя боль она об этом можно вообще не упоминать не говорить и вообще поэтому рядом с ним были другие боксы и там были другие дети и они продолжали бороться и у меня был эпизод когда я прямо обожглась очень серьезно это было связано не с детьми и даже не с родителями они тоже по-разному себя ведут иногда и понять можно я теперь мама я понимаю что значит эмоциональная истощенность был какой-то эпизод который меня обжег с врачами медсестрами много поклонников которые приходили в рам дарили мне подарки вся такая волна еще после не родись красивой и у рам то скапливалась вся эта людская толпа и все это обналичивалось в букеты в какие-то сладости еще что-то я решила перенаправить поток потому что мне столько не нужно а кому-то нужно и я говорю давайте мы просто вот скоро Новый год давайте мы просто сделаем вот это все что вы хотите подарить мне мы подарим мы вместе поедем в больницу к детям и сделаем им праздник и мы приехали и конечно нужно было привезти мне лично все эти подарки и раздать вот и когда я приехала тоже опять где-то был мне кажется какой-нибудь вечер и медсестра кто там был дежурная я у нее спросила а куда можно повесить верхнюю одежду и она посмотрела и мне сказала типа мы в коридоре стояли я говорю а у вас нигде нельзя я же не буду сходить в верхнюю одежду вообще не знаю что вы здесь делаете что вы здесь устроили и я так я подумала ладно я подумаю об этом потом мы прошлись по палатам я просто в коридоре бросила свою верхнюю одежду все было уже упаковано все-все-все пообщались с ребятами с родителями в большей степени конечно это родителям как какой-то всплеск эмоций даже не детям они измучены они не понимают вообще что за тетенька приехала вот а родителям это это субъективно в их вот такой больничной жизни оказалось потом я не стала об этом думать почему так меня встретили что даже не дали возможность повесить верхнюю одежду куда-то да там то есть явно было ты здесь не нужна вот этот цирк прекратите вот это вот потом когда уже прошлась по палатам то это все перекрыло и понятно что просто человеческое общение подарки тоже не нужны по сути не нужно это повод пообщаться вот и все а общение нужно тому кому оно нужно если нет то нет всегда большая дилемма нужно ли благотворителю в данном случае вам как благотворителю себя допустим это не деньги но это личное участие ждут ли они чтобы им сказали спасибо важно ли это говорить мне кажется важно говорить нужно ну когда что бы ни происходило даже кто-то тебе доброе слово дело все что угодно конечно спасибо но ждать этого не нужно потому что ведь благотворители чаще всего они сталкиваются с большой человеческой бедой да если уже вступает в силу благотворители значит семья человек кто бы то ни был оказался в крайне сложной ситуации когда воля силы энергия направленные направленные на выживание я допускаю что в этот момент можно подумать почувствовать но не произнести спасибо вот в эту секунду растеряться может человек может все что угодно у него может может не быть сил сказать спасибо но это не значит что он не испытывает этих чувств поэтому сделала и молодец иди дальше не сказали спасибо я уверена что подумали не подумали ничего страшного какую часть вашей жизни составляет проект наивно очень большую он родился когда я была в первом декретном отпуске вот с этого момента это очень плотно вошло в мою жизнь и слава богу что есть люди которые поддерживают этот проект наш директор наши художественные руководители которые берут на себя огромное количество решений задач важных вот одна бы я никогда не справилась никогда у меня нет иллюзий на этот счет поэтому это может быть частью моей жизни а не всей моей жизни почему первое время о том что вы инициатор этого проекта никто не знал а сейчас как бы это уже всем рассказывает что это вот проект Нелли Уваровой потому что сначала мне казалось что подобные истории нужно делать тихо спокойно может быть вот я вам рассказывала про то как я обожглась в больнице что вы тут устроили цирк ради своего пиара да приезжаете вот вы приехали въехали а мы тут детей лечим и я так думаю какого пиара у меня ни соцсети я нигде никогда не выставляю своих фотографий вот я значит в РДКБ ну никогда ну я думаю странно какой пиар то есть у меня вообще это никак не вот мне не хотелось чтобы к этой истории приклеилась вот эта наклейка пиариться на больных людях да пиариться я думаю мне не нужен пиар мне чем меньше информации тем лучше вот конкретно обо мне поэтому не надо я просто делаю потому что я знаю что я могу делаю что могу ради кого понимаю и все то есть для того чтобы не действовать мне этого достаточно потом как это стало выплывать проекту нужно чтобы да у нас появился интернет-магазин о котором никто не знал и никто бы не узнал нужно вкладывать огромные деньги в рекламу как-то раскручивать интернет-магазин и подождите у вас есть медийное лицо зачем вам реклама у вас есть медийное лицо у нас медийное лицо очень странное почему она не медийное она не хочет говорить о том что она буквально все таскает коробки упаковывает она тут немножечко на позициях чернорабочих не-не-не надо медийное лицо как-то чтобы ваш проект продвигало это мы вам говорим типа люди понимающие я думаю как же продвигать вот знаете как за себя я не умею просить вот проект очень долго был вот на тех же позициях вот за себя не умею и проект мой и за свой проект тоже не умею не умею мне неловко как-то а потом я поняла что ну какое-то странное все-таки неправильное смущение неверное нужно с ним бороться мне не стыдно говорить о ребятах об их работах мне очень нравится то что они делают почему я смущаюсь почему смущаться говорить об очевидном в то что я сама верю вот я может быть я поверила в это настолько что смогла об этом говорить без смущения вы продаете работы как работы сделанные людьми с особенностями или вы это потом поговорите или может быть даже не говорите вообще когда проект создавался ему в декабре будет 11 лет первые несколько лет мы никогда я никогда не рассказывала о том кто художники проекта почему для меня было важно понять что их работы покупают не не из жалости не из жалости не ради какой-то благотворительной истории вот давайте поможем деткам такое устойчивое выражение давайте поможем деткам но они не детки в том-то и дело во-первых не детки во-вторых не надо помогать если вам не нравится то есть то что они делают ценно само по себе потом я пригласила эксперта кто занимается галереями современными художниками в Рамт и попросила посмотреть картины мы тогда все картины привезли у нас тогда не было еще своей галереи мастерской куда можно было бы пригласить вот и я привезла все картины в свою гримерку так их расставила и попросила оценить вот как что что вы бы это не говорите да кто художник просто картины просто картины и вот что вы по этому поводу думаете он очень высоко оценил картины сказал что это ни на что не похоже что это грандиозно и очень-очень много слов было сказано и потом я рассказала что это рисуют люди с особенностями развития он сказал ну тогда это вообще этому цены нет это должно быть обязательно везде написано я говорю почему потому что это добавляет как бы этой истории ценностей я с ним не согласилась а я не согласна не согласилась да но для меня было важно что он узнал о том кто художники после того как рассказал мне какие прекрасные авторы работ вот после этого мы стали рассказывать о том кто автор и тем кто нам задавал вопрос еще несколько лет мы притянули на этом а потом мы совершенно гордо с высоко поднятой головой развернули нашу тактику мы теперь рассказываем о том кто художники но с позиции того что уже сами ребята знают что их покупают не потому что они не такие а потому что они делают то что другие не могут от 20 до 300 тысяч рублей стоят работы ребят художников какую часть этих денег получают они сами с самого начала было важно чтобы все наши сотрудники получали зарплату чтобы они понимали что они работают это нужно для них для осознания себя да в пространстве для социализации вот но наши ребята нестабильные и сначала мы пытались оценивать по факту вот сделал получил и получалось так что какой-то рисунок выстреливал и один из художников нарисовал одну картинку и получает достаточно много процентов продаж а другой трудится каждый день но его рисунок пока не выстреливает именно в продажах стало понятно что так неправильно такая система и мы стали делать оклад у каждого свой оклад это в районе 25 тысяч чтобы один художник другого вытягивал в те моменты когда у одного получается у другого нет чтобы все в общем существовали стабильно и проект собственно поэтому ребята у нас на зарплате и если картина продается то это фонд проекта это идет в первую очередь на оплату помещения и фонд зарплат и так далее общий фонд то есть все в проект идет чтобы он жил непрерывно потому что сохранять проект такой нестабильный очень сложно если нет вот этой взаимопомощи сколько человек сейчас зависимы от проекта ну я бы не хотела так говорить что они зависимы для кого вы являетесь работодателем значит они зависимы от проекта если проект закроется у них не будет работы значит сотрудников нас сейчас я тоже боюсь ошибиться но около 28 из них 16 это люди с особенностями вам скажут страна у нас большая 16 человек ну что это такое кто ну люди вам скажут в России живет 140 миллионов человек 16 человек это много или мало мало хочется больше много потому что мы для этих 16 человек смогли сделать очень много несмотря на то что мы называемся проект наивный очень и сразу понимали что все наши такие вот глобальные идеи они очень наивные и все с кем я делилась в начале пути говорили что ну девочка моя ну маленькая моя ну те же не оцените что ты хочешь поменять вот все вот это вот несмотря на это конечно такие глобальные намерения присутствуют но они где-то там они не сформулированы потому что есть задачи которые нужно сегодня решать и то что сегодня мы смогли их решить для 16 человек это очень большая работа вы сказали что вы были с первым ребенком в декрете ну я думаю что и со вторым вы тоже были в декрете да очень недолго ну это вообще не свойственно артисткам артистки обычно рожают детей между актами ну декрет это громко сказано конечно просто в свою первую беременность ну и я с первого дня чувствовала себя хрустальной вазой и самым ценным человеком на белом свете и поэтому в первую очередь я должна сама себя беречь и с первых встреч с акушером задавала ему вопросы что мне ведь нельзя вот теперь вот нельзя он говорит можно можно ну просто как-то ну что-то я вам скажу пока можно пока можно у вас все как в учебнике написано все хорошо все можно это было довольно странное ощущение у меня было ощущение что я должна прям вот каждый шаг свой как-то предварять знанием куда я наступлю кое-что вокруг меня а мне говорит расслабься живи а следующая беременность у меня была полна приключений просто на меня обрушивалось вот все что можно и как я это все пережила я максимально делала вид что я не беременна до последнего дня и мы поехали в путешествие в Грузию я была за рулем я единственный водитель с тремя ну один со мной и двое еще на заднем сидении старший сын от первого брака второго мужа вот и наша совместная дочь и я единственные водители мы поехали на седьмом месяце уже как-то живот уже все я иногда ловила себя на девятом месяце что я куда-то бегу бегу-бегу и так что-то как-то что-то я устала что-то как-то мне мешает что-то я беременна я же беременная да точно точно и поняла что мешает то есть мой мозг отказывался в это верить потому что мне было так страшно точно между первым и вторым ребенком у меня была потеря я так боялась что я прям это не со мной это не со мной это не со мной ребенок господи спасибо вот так вот такие разные были беременности а ваш муж вас поддерживал от хрустальной вазы да да конечно конечно но это мое мое мои страхи я там могла часами не моргая смотреть на живот мне казалось что что-то случилось и чтобы не сойти с ума мне пришлось сделать вид что это не со мной что может помочь женщине которая теряет ребенка остаться вот в своем уме и родить еще одного ребенка например или просто не сойти с ума это же очень тяжелое переживание как ни крути нужно всегда двигаться вперед что бы ни происходило что бы ни происходило механизм забыть как будто с тобой этого не было или механизм помнить потому что это все равно твое мне кажется ни то и ни другое если делать на это ставки не работает вот если сделать ставку я сделала вид что это не со мной и все нет не сработает никакие ставки не сработают нужно просто искать точку опоры у каждого она своя мне кажется есть очень хорошая книга на эту тему Анна Старобинец Старобинец да у меня почему-то всегда Старобинец а книжка называется Посмотри на него да вот Посмотри на него я думаю что кому-то может помочь пережить это с кем-то еще на пару например вот с этой книжкой но у каждого точка опоры находится в самых неожиданных местах в близком человеке или наоборот близкий перестает быть этой точкой или в работе или в других детях или в себе да просто остановиться и вспомнить что ты оказывается живой человек а ты об этом не помнишь до момента потери да ты не помнишь что ты живой что ты просто как бы ты функционируешь функционируешь ты все время да-да-да я существую в режиме на пять с плюсом всегда потому что так надо потому что я мама потому что я артистка или потому что еще кто-то и вообще я очень позитивный бодрый человек вот и поэтому как бы да-да-да я держусь этой линией изо всех сил у нас просто иногда очень полезно остановиться остановиться и послушать себя послушать мир вообще другие все все меняется вот все меняется в этот момент ты вдруг видишь все совершенно в других цветах и это не обязательно черно-белые цвета вот в моем случае наоборот это произошло мне казалось все черно-белое а вдруг раз все какие-то краски обрела потому что потому что оно цветное а что должно измениться в вашей жизни чтобы в этом цветном мире вы снова стали носить цветные яркие одежды а я ношу уже а да да-да-да ношу-ношу потихонечку потихонечку но мне сложно ну да у вас оранжевая юбка уже была уже прогресс да ну мне тяжело пока мне пока тяжело это пока это пока моя воля Маша дочь вашей подруги Веры участница ваша сотрудница сейчас получается я все время видите никак не могу привыкнуть к вашей формулировке сотрудники она мне страшно нравится но она настолько непривычная потому что все время говорят подопечные сотрудники да это очень классно Маша у нас она вдохновитель проекта но Маша увлеклась театром она сейчас актриса театра open art ее это заняло настолько что она теперь не участница и не сотрудница нашего проекта она дорогой гость скажем так дорогой для всех потому что Маша это знамя проекта наивно очень но сейчас она ее сфера интересов утекла в другую сторону Маша будет участвовать в наших театральных постановках вот у нас открылось новое направление театр и когда премьера? я думаю что к Новому году и что это будет? мы делаем грузинские сказки это мое детство я признаюсь это мое детство моя любимая книжка была принесена в мастерскую я им читала они увлеклись мы взяли материал где герой допустим не людоед а Дев вот такой о Деву я очень люблю Дева а какой он этот Дев кто знает? какая ваша любимая сказка грузинская? есть такая сказка про принца который нашел девушку полюбил ее а она его никак не принимала она ему говорила а что ты можешь? она его спрашивала ну как я принц? у меня все есть зачем мне что-то уметь? он говорит ну иди с Богом и пока он не получил какой-то навык самый простой она даже не посмотрела в его сторону простая девушка эта сказка кстати ребятам очень понравилась у меня не была кстати цель я потом когда уже им читала я понимаю что это собственно наша история что ты молодец когда ты что-то можешь когда у тебя есть навык когда у тебя есть профессия когда ты в чем-то в чем-то ты молодец а не потому что ты принц здесь ГБУ ГБУ здесь П3 ГБУ семья большая мы все свои мы все свои вы можете вспомнить что вы почувствовали когда вы прочли статью Костюченко в новой газете? ну да я хорошо помню это такой ну это удар ну во-первых несколько раз я порывалась остановиться перевести дыхание чтобы не читать? нет чтобы просто взять еще одну еще один вздох и дотянуть до конца а потом из этого же надо как-то выбираться из этого знания вот с этим ты получил и теперь с этим знанием надо как-то дальше что-то дальше а параллельно с этим как-то так совпало я видела интервью нашего художественного руководителя Алексея Владимировича Бородина ему дали такой совет когда-то на заре что нужно жить по правилу утром задумал вечером сделал и это так вовремя я услышала потому что много разного материала да литературы интернетургии все вокруг как-то в тебя попадает и ты думаешь вот хороший материал вот интересно вот наверное как здорово было бы если бы кто-то режиссер я все-таки артистка я никогда не ходила с пьесой не говорила вот мне нравится пьеса давайте ее кто-нибудь эй кому вот ну как-то а тут я вдруг поняла что не было никого искать я просто первым делом нужно найти Лену просто мы с ней не были знакомы потом я отправила режиссеру Екатерине Половцевой говорю Катя прочитай и я хотела бы это сделать и она не дочитав даже статью сказала я с тобой и вся команда собралась очень быстро я просто отправляла статью и говорила вы с нами да да удивительно то что это как бы статья ну практически в первозданном виде она переработана но не литературно ну конечно это не не превратилось ни в пьесу ни в сценарий ни в что вы проговариваете статью ну не совсем так не совсем там есть все-таки сокращение компиляции но это все текст Лены Костюченко почему так потому что ее текст помимо темы сам текст уникальный она пишет просто грандиозно грандиозно пишет а можно повторить пока саники да сейчас санитар на себя сучат первое слово Катя хочет поддеть Тема но Тема уже одевается сам натягивает штаны полеет пижамы завязает в спитер Катя показывает ему как застегнуть но он не на душе и Тема вспоминает как застегнуть мир психических ментальных расстройств это такая запретная территория с ней никто не хочет соприкасаться но она как будто бы заразная и очень неприятная Вы это замечали? За собой? Нет За другими? Ну да конечно А кто будет ходить на Ваш спектакль если в основе такая тема? Это очень хороший вопрос потому что как все происходит в театре особенно если ты что-то сам генерируешь и потом пытаешься это продать А Вы еще и продать хотите этот спектакль? Конечно сегодня приглашенными были только Вы и еще раз, два, три, четыре, пять А черт без педы теперь что? У тебя пять человек входили автор со своими родными остальные все были по билетам Это для меня принципиальный вопрос Тут принципиальные важности момент понять захочет ли кто-то прийти на этот спектакль добровольно Это не вымышленные герои это не герои у которых есть прототип это сами прототип это сами люди Моя основная проблема после этой статьи была то что эти люди не вылезали у меня из головы я с ними очень долгое время жила Насколько эти люди влезли в Вас? Вы думаете о них? Тема, Света Да Это не какая-то далекая история Это сидеть рядом со мной здесь и сейчас в одном пространстве в одном времени со мной есть Тема есть Света есть Люба Ну конечно я о них думаю и я вижу как Лена тяжело переживает хотя я понимаю что столько прошло уже достаточно казалось бы достаточное количество месяцев чтобы эту историю этот эпизод своей жизни как-то переработать и она даже сказала такую фразу что я она откликнула согласилась дать этот текст нам потому что была надежда что может быть так она сможет еще еще раз эту историю прорабатывать чтобы научиться с ней как-то дальше жить И об этом любовном романе знают все в интернате давно Только жители в одном отделении запрещают врачам все равно Это вы Вы все это задавали? Сначала да Понимаете я не знаю возможно ли такое развитие событий что кто-то из зрителей или кто-то из участников спектакля возьмет и развернет свою жизнь просто на 180 градусов и поедет в какое-нибудь ПНИ и станет общаться с такими же как Тема и что-то менять в жизни и приходить гулять с ними добиваться разрешения на эти прогулки выводить я не знаю нет такой задачи нет такой цели взять за руку и прям насильно втолкнуть в это нет я хочу чтобы это знание было с каждым и каждый сам разбирается ведь есть еще и другие возможные варианты развития каждый из нас в какой-то момент жизни сталкивается с с какими-то больными историями внутри своего ближайшего круга ну прямо скажем внутри своей семьи ведь кто-то есть кто-то кто отказывается от своих родных в силу того что не может или считает что не может и тот кто сидит в зрительном зале это может быть я не знаю молодая девушка 17 лет которая в 40 окажется в ситуации выбора например и она сделает выбор иной я вот эти арки своей жизни не точно знаю когда я бессмысленный подросток и вдруг я слышу какую-то историю про аборты и я вообще это слово может быть я второй раз слышу и фокусирую на нем что это такое и вдруг я слышу и слышу и по меня доходит и я в тот момент будучи еще совсем несмышленышем я понимаю что в моей жизни этого не будет никогда ладно Юр слышь не говори что остаемся Юр слышь скажи просто обиделась что он не вышел погулять я хотела украпать малыш у меня же без рождения сегодня Настя в майонезе отсыпала сигаретки ты думаешь у меня сигарет нет в сигаретах не нуждаюсь пока судя по тому как разнообразно одарены герои статьи Елены Костюченко из новой газеты можно представить себе что как минимум часть из них могла бы стать сотрудниками вашего проекта это действительно или это я фантазирую ваши фантазии они их можно назвать фантазиями но я так же фантазирую вот я фантазирую многие могут сказать о несбыточном а мне нравится фантазировать и я множество раз в своей жизни убеждала что фантазии имеют место быть сбываться да у нас был мальчик просто история с пандемией эту историю как-то пока прикрыла которая находится в ПНИ и мог бы работать стать сотрудником да вот мы пытались наладить такую такую связь он приходил включался в жизни это молодой человек вот но потом грянула пандемия двери закрылись и все и пока пока эта история закрыта я всегда ужасно нервничаю в ситуациях беспомощности да когда ты можешь но не можешь потому что какая-то есть третья сила хочется третью силу разрушить в вашей ситуации это все время есть эти третьи силы это ПНИ лишение дееспособности это все внешние настройки мира которые как будто бы против людей с ментальными особенностями это так? да очень и тут периодически случаются какие-то такие у нас внутренние да ситуации и такие сцены когда кто-нибудь из сотрудников бах вот столкнется с какой-то очередной стеной да или кто-то из наших там родителей да приходят и рассказывают о том что не знаю лишили какой-то дотации да может я неправильно называю но в общем каких-то выплат да потому что он теперь совершеннолетний а сотрудник он теперь работает поэтому это речь о каких-то там не знаю пяти семи тысячах рублей ну что-то ну их все равно семью урезают потому что теперь мальчик работает а устроился ну отлично а ну это немыслимо немыслимо и мы думаем вроде как и мама говорит может быть мы расторгнем договор может как-то то есть мы все время пытаемся изобретать новые способы взаимодействия так чтобы не навредить понимаете этих историй очень много и тут возникает возникает вот этот пузырь он назревает назревает потом кто-нибудь и все это выплеснет мы поухаем недолго вот что мне нравится что недолго потому что нет времени на это я сразу так все плохо все умерли а теперь это конструктивно что мы что-то можем нет а если подумать ну если подумать а если пофантазировать вот когда совсем тупиковая ситуация мы начинаем фантазировать но вы долгое время не снимались и я предположила поправьте мне если я не права что образ там Кати Пушкаревой он настолько был сильный что дальше вам предлагали либо все время Катю Пушкареву либо совсем уже ничего потому что ну кто же переплюнет-то Катю Пушкареву и это профессионально большая проблема я вот этой пропасти не очень почуяла потому что очень много было интересной работы в театре параллельно всегда вот до сериала не родись красивой во время вышло две премьеры после то есть съемки закончились а моя жизнь как вот текла в решении каких-то творческих задач так и продолжала протекать потом в какой-то но параллельно приходят да запросы сценарии где неинтересно это как ну вот вот буквально такая не знаю насколько это профессионально я подумаю еще об этом ну как ребенок который вот если на столе лежит я не знаю сразу там накрыт стол стоит тарелка супа на второе макарошки там потом есть салатик ну там все вкусно но зелень зелень я не очень и там еще еще пирожные и все ты видишь как бы весь ассортимент ты понимаешь по этому супу я не буду макарошки можно с краешку а тут зелень я точно не буду я начну с пирожного понимаете вот так и сценарий ребенок же не задумывается что ему будет если он начнет со сладкого все говорят так нельзя надо сначала первое второе с уважением к этому к этому к этому здесь с уважением к продюсеру надо сказать да здесь компания с которой нам потом надо дружить надо сказать да здесь режиссер который извини меня не хухры мухры второй раз не предложат надо сказать да а я без уважения что называется но вы снились у Глеба Панфилова в круге первом а это было до не родись красивой да ладно да это просто вышло после я скажу больше это такая история тоже для меня памятная очень хорошо очень интересно было меня утвердили на одну из главных ролей в этой истории должна была играть жену героя который сыграл Миронов Женя я совсем еще вот только-только вот зеленая вышла из института и меня вызывают на пробы к Панфилову я прихожу на встречу мне не дали сценария не рассказали что за история меня просто вызвали на встречу с Панфиловым я прихожу напротив сидит Женя Миронов который уже Миронов в тот момент и я так смотрю мы втроем я думаю что мы собрались а они уже плотно обсуждают историю они уже какие-то сцены и они все а я не могу понять вообще о каком про что они говорят про что они говорят то есть они четко понимают а я вот но он наблюдал смотрел как я слушаю что такое делали потом какие-то пробы меня утвердили я думаю ничего себе и потом мне присылают говорят что за материал в круге первом у меня просто я в каком-то диком восторге в ожидании что вот-вот начнутся съемки примерки костюмов начались я думаю господи вот это вот это да и потом вдруг перед самым Новым годом раздается звонок мне звонит Панфилов и говорит я должен сказать мы вот тут вот с автором поговорили он смотрел а там такой был альбом сделан с героями утвержден и он сказал очень положительное и он изменил одну сцену в сценарии который в книжке еще это же прототип его жена еще один характер а в сценарии уже другой то есть сколько лет книга уже существовала да и вдруг он берет и в последний момент в последний момент меняет характеристики очень важную характеристику в персонаже жена она неположительная он говорит а вот героиня очень положительная он говорит ты знаешь я два года мы работали над сценарием я больше у меня просто нет сил больше спорить поэтому я сниму тебя в другой роли мне очень хочется чтобы ты была в нашей истории и я помню как я вот так с трубкой так да да конечно конечно потом было пять смен хотя эпизод небольшой в итоге но пять смен я наблюдала за тем как он работает как работают другие артисты это было очень интересно и видите я незаметно для себя перешла на такой тихий голос да вот он так работает он разговаривал очень спокойным тихим голосом что за психологический феномен что так часто бывает что актриса и режиссер любят друг друга и женятся в итоге в вашей истории с Не родись красивой тоже так было нет а нет нет было все совсем по-другому мой первый брак действительно с режиссером он работал на проекте Не родись красивой Сережа Пикалов начинал как артист в театре Рамт где мы и познакомились когда я пришла работать и совсем он тогда еще не мыслил о режиссерской карьере и это был его вообще только-только первые опыты на пробу меня пригласил естественно не он он не имел не то что права голоса он один из режиссеров и еще начинающий в группе да этих нескольких режиссеров то есть там на пробу меня пригласил на Не родись красивой мой педагог он был одним из режиссеров главным в команде режиссеров Александр Назаров он хорошо меня знал с моего актерского младенчества то есть он 4 года меня учил и он пригласил на пробы очень самонадеянно сказав на одном из первых совещаний с продюсерами что ну вот героиня у нас точно есть и он это как-то так лихо сказал что продюсер Александр Акопов так посмотрел вас еще учить и учить всему и вычеркнул как фамилия вычеркиваю да да вычеркиваем потому что дабы неповадно было вот такие возгласы о героиня у нас есть режиссер не вправе вот так вот высказываться запись моя осталась потом несколько месяцев шли пробы все смотрели 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 брались за голову надо уже вступать в съемочный процесс а никак нет героини нет героини нет сериала нет героини нет героини сос что же делать начинают все с самого начала отсматривать с первого дня так вот же говорит Акопов вот вот наша героиня вычеркнули почему учили режиссера так что с Сережей тоже а он параллельно то есть меня уже давно вычеркнули потом его туда пригласили как сотрудника скажем так в проект а потом туда вернулась я но на этот момент мы уже четыре года встречались просто об этом никто не знал на съемочной площадке и чтобы это не мешало нам как-то работать мы это какое-то время держали в тайне и потом он режиссер и в статусе режиссера можно сказать впервые а я артистка я не могу себе позволить там Сереж пойдем кофейку не могу потому что он режиссер а я артистка а вот так да ну конечно интересно как Чурикова с Панфиловым ну тоже без вот Сереж кофейку без без у вас актерский теперь брак да ваш муж Александр Гришин тоже артист это обычно тяжело да и как вы с этим справляетесь сложно наверняка найдется какое-нибудь интервью где я говорю да вообще без проблем артист вообще никаких проблем кто-то придумал что есть какие-то проблемы если твой муж артист или твоя жена артистка просто нет никаких проблем когда вы занимаетесь одной профессией вообще нет это самый классный вариант да я не удивлюсь если найдется парочку таких моих радужных откровений но тяжело нет тяжело время идет просто многое не видишь сначала потом начинаешь видеть видишь на что-то закрываешь глаза потом перестаешь закрывать глаза тяжело тяжело потому что амбициозная очень профессия здесь здесь так сложно сохранять себя важно быть независимым от мнения общественного или от мнения какого-то конкретного человека которому ты там годы веришь 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 доверяешь и именно он тебе говорит ну ты что-то как-то что-то вот и ты падаешь и рушишься а потом понимаешь что мнение этого человека уже ничего не значит потому что он уже давно не как сказать не авторитет для тебя потому что он давно уже сам себе врет сам себе почему должен быть с тобой откровен в общем в профессии так интересно как все видоизменяется со временем да поэтому сейчас я бы не стала так однозначно говорить что да нет сложно сложно вы сейчас в блины я сейчас в затишье я в тишине я в тишине я наблюдаю я сейчас в позиции постигаю пока принять я не могу я пока постигаю а дальше посмотрим чем на самом деле мужчины отличаются от женщин да всем всем это тоже так интересно за этим наблюдать это постигать я бы так сказала наблюдать постигать с этим знакомиться принимать это то что мы вообще с разных планет и когда ты оказываешься не внутри ситуации а снаружи видишь как два человека друг с другом разговаривают и настолько не слышат друг друга что ты поверить в это не можешь ну как ребят подождите сейчас я переведу он тебе сказал вот про это а не про то что ты услышала а она тебе ответила на то что услышала а не на то что ты сказал вот если бы у нас был вот еще кто-то третий кто нас бы переводил друг к другу при всем объеме и верив в самые лучшие намерения по отношению друг к другу мы такого такое творим иногда как вы себя видите через 10 лет я не хочу заглядывать туда как вы свой проект видите через 10 лет мне кажется он будет жить я его не вижу через 10 лет я вижу там лет через 30-50 когда он ко мне уже не будет иметь никакого отношения почему-то я вот так его вижу я отстранена от себя лично он настолько крепко стоит на ногах это уже какое-то вот как вы вначале сказали наивно очень это движение вот я вижу это уже движением таким естественным течением событий когда собираются люди это разные локации у них очень интересная жизнь когда это люди с особенностями или нет но им вместе есть что обсудить создать совместно какой-то проект большой пусть это будет уже не знаю касаться архитектуры не только картин ну что угодно то есть я вижу что это такой наивный движ что называется живет своей жизнью уже не помнит кто с чего это все начиналось но вот стенка между обществом которое считает что оно здорово она снесена вот этим движением вот этим потоком просто да как вы думаете может ли в России женщина стать президентом да да с пометкой в России это важно что именно в России да да в России там уже где-то есть ну да почему нет да вы бы хотели нет конечно но что бы вы изменили если вы вдруг были президентом вот у вас есть сутки и три решения точно бы изменила систему которая сейчас существует с ПНИ вот железная я понимаю что это неправильно так не должно быть потому что не должно быть вот и законы распределенной опеки над которым бьются 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 вот я бы точно его пролоббировала в правильном да каком-то виде вот три решения не знаю куда еще направить свои силы не знаю я бы взяла слово и призналась в том что я не знаю как люди я не знаю как вам помочь дорогие граждане дорогие россияне дорогие россияне буду откровенна я понятия не имею как сделать так чтобы нам стало ну чуточку легче я понятия не имею и никто не знает но я могу только вот сейчас прямо сейчас максимально максимально себя вложить в одну только идею если вы меня услышите и поверите то вдруг кому-то станет легче я бы сказала люди любите друг друга вот так и написала бы прошу уволить меня с поста президента я не сильно выберите пожалуйста белосердие или справедливость я кстати сегодня думала ехала и думаю будет же этот вопрос и нужно как-то определяться вы запускаете знаете впускаете вопрос и он начинает жить во мне я вдруг поняла что я сегодня скажу милосердие а через год-два если вдруг окажусь в ситуации мы снова встретимся с которой я не справлюсь и буду требовать справедливости да и наоборот я я понимаю что может быть и так и так и так то есть я знаю что я многое могу простить я вообще все могу простить мне кажется а чего не можете да нет такого пока еще в моей жизни не было но ну то есть то что осталось бы я тебя не простила нет такого нет но просто люди исключаются они уходят свобода или стабильность свобода правда или безопасность правда или безопасность ну правда ну правда театр или кино нет такого ну для меня нет разделения здесь скорее театр или кино выбирает меня а я не не отдаю предпочтение я отдаю предпочтение процессу мне хочется быть в нем карьера или любовь ну любовь конечно ну что такое карьера все это все классно здорово когда это отражается на твоем гонораре да карьера ну в данном случае потому что сейчас даже там известность это все все это близко завязано как бы это комфортно удобно тебе как бы здорово если ты знаешь что фух все карьера есть значит гонорары можно на это жить можно на это дальше как-то а по сути что за этим за этой карьера что что тебе дает этот рост иногда такие интересные проекты случаются и никак не отражаются на твоем внешнем росте карьеры это никак не отражается на твоих гонорарах но при этом это то что тебе дает возможность я вообще не зря занимаюсь профессией и наоборот поэтому карьера это такое эфемерное понятие спасибо огромное спасибо как бы да очень красиво да очень красиво